Восьмой дом по улице Урицкого – образец сталинского ампира. Почти за 90 лет памятник культурного наследия изрядно растерял в своем конструктиве. Начали сыпаться балконы, кровля прохудилась, обветшал фасад. С середины июля здание стало оживать в буквальном смысле. Начались ремонтно-восстановительные работы. Фасад весь облупился, дом весь продувал, холодный был. Сейчас вот делают крышу. У нас рабочие нас очень устраивают. Они работают с утра до ночи, качественно работают. Делают вот не тяп-ляп, а вот как для себя. Фонд капитального ремонта, подрядчик и жильцы инспектируют ход работ. Внешняя сторона уже при всем параде. Осталось завершить ремонт крыши и реставрацию фасада во дворе. При тесном взаимодействии с жителями объект намерены сдать к началу сентября. Сразу предлагали свою какую-то помощь. Элементарно даже, куда разместить вагончик. Только делайте быстрее. Только делайте быстрее, им все нравится, всех все устраивает. Как бы заранее мы всех обошли, посмотрели у кого что накипело, наболело. По программе капитального ремонта облик обновит целый ансамбль многоквартирных домов вокруг Крымской площади. Ее сейчас также благоустраивают в рамках НАСПроекта «Жилье и городская среда». На прилегающей территории отремонтируют 29 фасадов и 18 крыш. Каждый дом Самарской области, а их многоквартирных 18 тысяч, имеет все виды, что называется, системы. Он имеет и фасад, и кровлю, и инженерные системы, и фундаменты. Региональная программа как раз предполагает за время своего действия ремонт всех видов систем на каждом многоквартирном доме Самарской области. В этом году в регионе будут капитально отремонтированы более тысячи многоквартирных домов. Сергей Павлов, Виктор Соколов. Новости губернии. Соколов. Новости губернии.